Я вот недавно прочитал в интернете про количество дорог, про количество и качество российских дорог в городах. Почему-то мне был представлен в Магнитогорске, я не понимаю. Потому что в Магнитогорске, благодаря Виктору Филиппову Чурашнику, у нас отличные дороги. Причем европейского качества. И самая главная работа Платона, вы представляете? Два года работает Платон, а какие дороги сейчас? То есть ездить по всей стране можно спокойно, грамотно и изумительно. Но возникает маленькая проблема. То есть мы говорим о пространстве рядышком с этими дорогами. Да, в Магнитогорске почему-то вот здесь нельзя никоим образом припарковаться. Хотя парковаться-то было. Возможность. То есть все взяли и открыли. А почему это делается? Ну, понятное дело, что вы сейчас уже ничего не сделаете по одной простой причине. Зима наступила. Но хотелось бы сделать это красиво по одной простой причине. В это место приезжают люди. В это место люди приезжают немощные. Как же они припарковаться-то могут? Ну, люблю я наш город. Люблю руководителей. И вижу, как дороги у нас строятся. Ну, красота, да и только. А вы не любите? Ну, вот вам совет от автомобилистов. Убитая, убитая. Прям наглухо убитая. А сейчас что случилось? Сейчас вообще шикарно. То есть будем говорить, что в Европу идем? Почти. Не так быстро. Но стараемся, стараемся. Вы здесь раньше ездили? А сейчас хорошая дорога? Просто супер, да? Магничество. Какая была вот эта дорога? Ухабино на Ухабино. Сейчас вот порядок привели. Спасибо мэру города. А как вы хотите? Но возникает маленький вопрос. Может, оно и хорошо, когда стимул есть. Но давайте определимся. Стимул есть, а погода говорит об обратном. В дождь асфальт не кладут. Что же здесь? То есть работа ведется на перспективу. После посещения нотариуса многие дела меняются должным образом. Переводы тоже. А вот вопрос с парковкой не решен. Была нормальная парковка. Так и разобрали. Зачем и почему непонятно. А куда, да и как пойдут недвижимые пенсионеры? Можно, конечно, к вам домой пригласить. Но суть другая присутствует. Скоро здесь и пандус выстроят. Скоро-скоро, но где парковка? Где она? И вопрос к мною, уважаемому главе города. Ну, хоть подсыпьте гравием. Коли засыпать то и укатать асфальтом не получилось. Мы говорим о том, что вам необходимо приехать к нотариусу, допустим. Я не буду говорить про переводы, я не буду говорить про транспортные услуги, я не буду ничего по-другому говорить. Потому что, что касаемо нотариуса, да? То есть, есть определенный возраст такой, когда человек уже не в состоянии ничего делать. И он может быть лежать. И вот тут начинается у нас борьба. Борьба за эту квартиру. Это называется черные риэлторы. Вы думаете, магнитогорских нет? Да ну не рассказывайте мне сказки. Их везде и всюду хватает. Надо мной жил человек, и один из черных риэлторов практически его хотел споить. Ну, я-то ладно, хоть мешался. То есть, он, конечно, умер, но это были его проблемы. Ну, да ладно. То же самое. То есть, главное вовремя оформить свою недвижимость. На сына, внука, ну, или еще на кого-то. И для этого вам необходимо приехать к нотариусу. Слово о том, о чем мы говорим, да? О тех людях, которые просто не в состоянии перейти дорогу. Да и вообще. То есть, если бы здесь было все хорошо и красиво, то было бы это нормально. К сожалению, вы сегодня, сейчас это не сможете сделать по одной простой причине. На улице уже снег, и это похоже только на лето следующего года. Хотя надо понимать, что в этом году мы посмотрели и обратили внимание, что части наших дорог, не связанные с автомобилями, делаются и делаются красиво. Причем есть специалисты, которые делают это хорошо, чтобы им не дать возможность быстро это сделать. Причем есть специалисты, которые делают это хорошо.